В выставках хабаровских художников «Письма с фронта», о которой мы уже рассказывали в нашем эфире, получила продолжение. Хабаровские школьники пишут письма своим дедам и прадедам, благодарят за мирную жизнь и рассказывают о современных реалиях. Тему продолжит Сергей Чербаков. Картина хабаровского художника Леонида Савченко «Память» — одна из самых говорящих на этой выставке. Смысл понятен, исходя из названия. А вот кем был этот солдат, который, судя по всему, погиб во время Сталинградской битвы? Что бы художник ни рисовал, но всегда любой портрет где-то немножко похож на того человека, который рисует. Вот что ни странно получается. Ну, наверное, да, что-то есть и моего. Образ героя Леонид Савченко срисовал себя. Говорит, жил бы в то время, вполне мог сам быть таким героем. Вы не допускаете мысли, что его могли звать Леонид? Да, может, все возможно. Может быть, и Леонид его звали, Сергей. Ну, как угодно. Этот образ такой собирательный. Может, сказать, что, может, я как бы себя изобразил. Если будет угрожать война стране и нашим детям, есть выход. Только побеждать. Не попадется им верность в сети. Это стихотворение Богдана Малкова сочинила сама и посвятила своему прадеду. Я его вообще ни разу не видела, на самом деле. Но мы передаем о нем память из поколения в поколение. Юлия Савицкая написала письмо своему прадеду Филиппу Анатольевичу Даниленко. Здравствуй, дорогой прадед. Пишет тебе твоя правнучка Юлия Савицкая. Ты, к сожалению, не смог прожить долгую счастливую жизнь. Ее разрушила война. Но если бы ты и весь наш народ не воевали за Родину, возможно, и меня сейчас бы не было. 8 сентября 1943 года он погиб. Юля, откуда ты это все знаешь? Тебе ведь лет-то не так уж и много, и ты это застать, конечно, никак не могла. Откуда ты это все знаешь? Мама много очень рассказывает. Дома есть книга про людей, которые воевали. Там про него есть информация. Организаторы выставки «Письма с фронта» решили продолжить удачное начинание. И в скором времени к нему присоединятся остальные хабаровские школьники. Это выставка, и процесс написания писем у нас будет продолжаться. Следующий этап – написание писем прямо здесь, рядом, с этими письмами, с этими картинами, с этими фотографиями. Наши школьники хабаровские будут писать письма здесь своим прапрадедушкам. Свои письма тоже знают, кому написать. Сергей Щербаков, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Ну а после того, как все письма будут собраны, они будут оцифрованы и переработаны в фильм, который можно будет посмотреть в Центре патриотического воспитания. Продолжение следует...